Минувшие выходные побили рекорд этого года по количеству пожаров. Только в субботу произошло их почти 300. С 5 апреля в Алтайском крае объявлено о начале пожароопасного сезона. А как избежать трагедии, об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, с Андреем Нейманом, заместителем начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Здравствуйте. Здравствуйте. С приходом теплых дней, буквально от минувшей выходной, были достаточно комфортны для того, чтобы выйти на природу вместе с семьей, развести костер, мангал, пожарить шашлыки. Можно ли это делать в черте города? Если говорить о запрете по разведению костров, о запрете по приготовлению мяса в мангалах, то, конечно, такого запрета нет. Единственное, что все мероприятия, связанные с открытым огнем, должны выполняться при условии соблюдения требований пожарной безопасности. И есть еще такой момент, когда на территории определенной объявляется органами власти особый противопожарный режим. Это в условиях сухой погоды или долгого периода времени, когда не было осадков. Вот в этот момент запрещено категорически пользоваться открытым огнем, в том числе и мангалы, и костры, и все, что с этим связано. Мне кажется, что-то подобное было год назад, когда и в лес у нас был вход закрыт, там шлагбаумы устанавливали, да? Да. Вот что касается лесов, есть такое понятие, как класс пожарной опасности. И здесь тоже вот введение данного режима зависит от класса пожарной опасности. То есть там первое, второе, еще какие-то мероприятия проводятся. Ну, если говорить про леса, то да, там категорически запрещено разводить костры и все остальное. Уже сейчас? Да. Там согласно требований, хотя я должен сказать, что там надзор, государственный пожарный надзор, который ведем мы, не осуществляется. Там существует своя инспекция, лесной надзор так называет. И они за этим должны следить. Ну, вот сейчас активно, на прошлой неделе, во всяком случае, горели поля. Там в чем главная причина? Да, к сожалению, вот слышу от всех, что каждый год все это повторяется, несмотря на то, что принимаются соответствующие меры. Ну, вот, к сожалению, да, такие факты есть. Мы отмечаем, что в этом году у нас пожароопасный сезон начался раньше, где-то на неделю, может быть, дней на 10. И к этому периоду количество возгораний сухой растительности превышает где-то в 2-2,5 раза аналогичный период прошлого года. И здесь, конечно, это сознательность наших граждан. К сожалению, есть факты, когда некоторые специально поджигают растительность, не понимая, к чему это может привести. А это может привести к самым негативным последствиям, вот, как показывает практика, и люди лишаются своего имущества. Ну, и что говорить, и жизни можно лишиться. Ну, вот, некоторые садоводы, я к другой теме немножко, а к садоводам теперь, уже открыли дачный сезон, начинают вести какие-то работы на своих участках. И, опять же, избавляться от старой травы, листвы, и тоже разводят костры. И тоже это небезопасно, уж там-то не поля, там домики совсем рядом. Дайте несколько советов, как это нужно делать. Мы год от года об этом говорим, и все же. На эту тему также есть документ, регламентирующий все эти работы. Это правила противопожарного режима. Там четко прописан механизм сжигания мусора, сухой растительности. То есть, при соблюдении требований, а там требования довольно жесткие, то есть, возможно, проведение таких работ при условии безветренной погоды, при условии того, что место будет оборудовано, там будет вырыта специальная яма, либо это в какой-то емкости производится. При наличии средств тушения под рукой, то есть, это обязательно вода какая-то должна быть, и в небольших количествах, может быть, такая работа и будет безопасна. Но опять же, как у нас зачастую бывает, граждане, полагаясь на авось, нарушают эти требования, поджигают большие кучи мусора, и потом это все ветром раздувает, и возникают пожары, когда и надворные постройки, и дома потом могут воспламениться и загореться. Ну вот за подобную халатность каким-то образом у нас наказывают? Вот если во дворе можно жить, то на даче? Конечно. Согласно Кодекса об административных правонарушениях, на граждан при обычных условиях санкции штрафные до 3 тысяч, при условии особого противопожарного режима данная санкция удваивается. Для должностных лиц до 15 тысяч, для индивидуальных предпринимателей до 30, и на юридические лица ответственность максимальная в виде штрафа до 200 тысяч, а в особый противопожарный режим до 400 тысяч штрафные санкции. Правильно понимаешь, что сотрудники МЧС сейчас в режиме повышенной готовности проводят контроль объезд территории как по земле, так и по воздуху? Все верно? В данный период вся обстановка контролируется, и главная задача не только сотрудников Главного управления МЧС России, но и органов местного самоуправления, так как у нас силы под систему нашей территориальной включают в себя все совершенно ветви власти и заинтересованные ведомства. Так вот, вся наша работа сейчас направлена на то, чтобы выявить и в начальной стадии ликвидировать эти возгорания, чтобы они не росли до определенных площадей. Ну, понятно, что проще ликвидировать это возгорание, так скажем, зародыши. Ну и второе направление – это предупредительная работа, то есть работа с гражданами и надзорная, которая включает в себя и привлечение граждан к административной ответственности, и профилактической, и разъяснение данной работы и деятельности через СМИ. Вот то, чем мы сейчас занимаемся. Как вы думаете, почему мы уже на сегодняшний момент бьем рекорды по количеству пожаров? Быть может, вот эти самые санкции не столь значительны, штрафы, если мы ужесточим наказание? Да нет, здесь все, конечно, зависит от погодных условий. Мы, если вспомним прошлый год, весна была затяжная, почва была долгое время промерзшая. В этом году все прошло гораздо быстрее, и даже если говорить о паводке, первая волна прошла, мы ее практически не заметили. Как правило, мы констатируем, что территорий подтопленных у нас не было. Ну и здесь, конечно, вот сочетание сухой погоды и ветра, то есть вот это самый такой, ну, так скажем, фактор, который влияет на возгорание растительности и на опасность. А здесь мы должны сказать, что, ну, самый такой опасный момент, когда вот эти возгорания могут перейти на населенные пункты. Риск очень большой. Вы немного про паводок заговорили, а вторую-то волну есть смысл ждать? Будет? Да, это ни о чем не говорит, что вот у нас первая волна прошла так спокойно, вторая волна, она также представляет опасность. Ну, ближе к концу мая будет видно, насколько это все будет проходить. Ожидаем ее во второй-третьей декаде мая. Вот. Ну, снегозапасы в горной местности, откуда как раз вот она и придет, когда будет таяние, они достаточны. Спасибо за эту полезную беседу. Будем бдительны. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»